Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Добрый день, дорогие мои! Скажите, слышно хоть что-нибудь? Супер, отлично! Вы знаете, я счастлив! Я счастлив, что нас 50 тысяч человек! Лживая пропаганда промывала мозги с утра до вечера! Что в Киеве бандеровцы и фашисты, что здесь пятая колонна! Они полностью обкакались сегодня! Полностью! Столько народу, столько светлых лиц, столько честных глаз! Давно не видела Россия, давно не видел Киев, давно не видела Москва! Поздравляю вас всех! Всю дорогу меня спрашивают, а зачем ты пришел на этот марш? Марш мира и свободы! Зачем? Я говорю, потому что я патриот страны! Потому что я против войны! Я не хочу, чтобы сюда приходили к нам в Москву, в Ярославль, в Нижний Новгород, груз 200! Чтобы наши матери, наши жены и дети плакали! Я не хочу этого! Я считаю, что мы не имеем права в отношении дружеской страны так себя вести! Это подлость, это наглость, а главное, это во вред России! Что получит этот Путин в итоге, скажите мне? Что он получит? Он получит врага в лице Украины! Украина выйдет из договора о безъядерном статусе! На Украине могут появиться ядерные бомбы! Они будут нацелены на Москву! Нам это надо, скажите! Какого черта вообще он это все придумал? Дальше Крым! Мы ездили туда отдыхать! Я ездил с детьми туда отдыхать и в Патторию! Многие из вас тоже там, конечно же, были! Сейчас что там будет? Будет все дороже! Никуда туда, никто туда особо не поедет! Потому что никто не признает этот самый долбанный референдум! Никто его не признает! И что получится? Кто от этого выиграет? И крымчане проиграют! И русские проиграют! И украинцы проиграют! Дальше! Железный занавес! Санкции! Что это означает для России? Нищета! Рост цен! Снижение зарплат! Снижение пенсий! Безработица! Скажите, нам надо это или нет? Нет! Я долго думал, какие есть аргументы у Путина для того, чтобы так себя вести! Хоть какие-нибудь! Самый простой ответ такой! Он больной человек! Он очень психически больной человек! Институт сербского, Кащенко, врачи, санитары, уколы с утра до вечера! Вот что нужно! А потом я подумал, нет, он не просто больной человек! Он еще циничный и подлый человек! Он хочет, используя вот эту операцию по оккупации и аннексии Крыма, хочет править нами вечно! Пока не умрет Россия! Понимаете? Он решил перейти к открытой диктатуре! К концлагерям, к политзаключенным! Нам надо это? Скажите! И еще одну вещь! Я, к счастью, теперь разрешен для въезда в Украину! И буквально неделю назад я был в Киеве! Нам рассказывают, что там фашисты и бандеровцы! Я с утра до вечера ходил по Киеву и по центру Киева! И по площади независимости ходил! Не видел я там ни одного бандеровца! И фашистов я там тоже не видел! Не видел! Я видел плачущих матерей, которые оплакивают своих сыновей, погибших на Майдане Незалежности! Я видел матерей, которые оплакивают милиционеров, которые погибли там же! Я видел море цветов! Я видел, в каком тяжелом экономическом положении находится наша братская страна! Мы должны сказать, нет войне! Мы должны сказать, хватит маразму! Мы должны сказать, Россия и Украина без Путина! Россия и Украина без Путина! И последнее! Слава России! Слава Украине! Слава России! Слава Украине! Россия будет свободной! Спасибо вам большое! Редактор субтитров А.Семкин Субтитры подогнал «Симон»